Сегодня на рабочей группе открытого правительства обсуждался вопрос рекламы лекарственных препаратов и, в принципе, реклама лекарственных средств. И, в принципе, вопрос действительно очень непростой, потому что, с одной стороны, вроде есть закон, он достаточно жесткий, но, с другой стороны, практически все эксперты отмечают некую неудовлетворенность в механизмах регулирования, контроля прежде всего. Огромной проблемой, хотя, в общем, не напрямую относящейся к рекламе, является отпуск без рецептов рецептурных препаратов, это отмечили практически все эксперты, и проблема требует действительно какого-то достаточно быстрого и жесткого регулирования. А в области именно рекламы становится понятно, что ФАС с Минздравом, видимо, должны создать некую комиссию, которая в рамках закона о рекламе, который существует, позволяет создать некий нормативный акт, который выработает критерии к рекламе, потому что в действительности препараты все разные достаточно, какие-то менее вредоносные, но и менее эффективные, какие-то могут представлять реальную угрозу, я причем говорю не только о рецептурных препаратах, там реклама просто запрещена, но и о безрецептурных препаратах, которые могут быть источником вреда для здоровья человека, и нужно создать некие критерии для рекламы. Вот эта реклама должна, может быть, просто там простой и понятной, да, а некая другая, реклама другого препарата должна быть более объективной, объемной и содержать серьезные предупреждения, не типа там посоветуйтесь специалистам, да, на что это уже внимание просто никто не обращает, вот, а должна, может быть, содержать даже процентное соотношение пользы и вреда, потому что такие цифры из науки существуют, стат данные, вот, поэтому разговор этот только начинается серьезно, но Минздрав и ФАС по проблемам понимают, вот, и я думаю, что мы только сегодня начинаем диалог по этому поводу. По закону контролем и рекламой занимается ФАС, но дело в том, что в законе и рекламе есть понятие, которые, источником информации, который является только Минздрав, например, эффективность, безопасность лекарственных препаратов, откуда ФАС могут об этом знать, и вот здесь как раз и возникает поле для взаимодействия двух ведомств, а также для независимых экспертов, потому что, например, к нам в Лигу пациентов тоже нередко обращаются люди, которые жалуются на некорректность назначения лекарств, на некорректность рекламы, отдельно сегодня обсуждалась реклама БАДов, что это такое вообще, нужна ли она вообще. Вот, поэтому очень просто все запретить. У нас всегда, вот, если что-то решить не могут, то надо серьезно там заниматься проблемой, там, дифференцировать ее для каждой дифференциации, прописать свою какую-то норму, вот, то давайте все запретим. Вот вопрос сегодня стоял, запрете рекламы лекарств вообще, ну как так? Информация нужна, никто же с этим не спорит, вот, но она должна быть дозированной и такой деликатной. А вот с деликатностью в России, как вы понимаете, большие проблемы, и нам надо учиться быть деликатными. Спасибо.